всем привет ребята всем привет мы наконец-то готовы показать вам нашу квартиру где мы живем нашу планировку как обустроились и так далее я знаю что многие ждали такое видео но мы раньше не могли снять потому что мы сюда заехали здесь не было ничего и на все это на обустройство потребовалось время но сегодня мы готовы мы убрали полностью квартиру все помыли выбросили ненужный хлам так что давайте начнем ну а начнем мы с подъезда вот так он выглядит ну что покажем квартирку как только мы заходим мы попадаем в прихожку где находится шкаф для обуви вот лерочка мне помогает мы здесь все разместили у нас даже еще осталось немножко места для обуви вот так вот все мы разместили ничего страшно вот есть тоже у нас есть полки для хранения где веренные ролики хранятся потом летние принадлежности но это папин зонтик всякие летние там маты веренные баллоны и так далее закрываем с этой стороны у лере находится рюкзак и и со сменой обуви зонтики и и самокат который я еду на русский и вот еще один зонтик это я поставила повесила сушиться потому что сегодня был дождик еще у нас есть вот такая дверь штора которая оказывается двигается в разные стороны но мы всегда используем только вот эту и это оказалось очень удобно потому что в прихожке холодно дома тепло и чтоб тепло не уходило это штора очень хорошо помогает ну и также летом спасает от жары от духоты дальше значит как только мы зашли в квартиру мы попадаем вот сюда на вот здесь у нас зал зал тире гостиная вот так вот мы ее украсили я уже показывала мне прям очень нравится этот гирлянда елочка все светится красота здесь перебор здесь находится шкаф для одежды правая сторона это колина левая зеркалом это моя далее телевизор который мы хотим потом поменять потому что для этой квартиры он немножко маленький неудобно смотреть потом вот этот диван который мы тоже купили здесь и он идеально вписался вот в этой в этот уголок мне кажется очень удобный но есть у него тоже минусы несъемная обивка подлокотника а остальное все снимается там наволочки тоже снимается стирается если мы повернем вот сюда то попадем на кухню где у нас находится обеденный стол стулья мой кольцевой свет тоже здесь находится он гуляет по всей квартире то здесь то там где нужен там мы включаем очень удобно кстати вот здесь у нас хлебопечка госплита но всякие кухонные принадлежности и кухня у нас тоже классная мне она нравится очень удобная здесь рисоварка микроволновка и вон там находится балкон но я не знаю смогу вам показать или нет потому что здесь сушится одеяло я его сегодня постирала из-за этого он весь обзор закрыл но здесь у нас стиралка находится бытовая химия вон там вот это лерина ванночка она ее раз в неделю набирает и купается ну и здесь тоже вот небольшое пространство есть где можно что-нибудь тоже похоронить но балкон у нас не отапливаем он холодный поэтому мы дверь тоже закрываем пол всегда там холодный верх не надо вставать идем холодильник наш тоже поместился сюда мы его покупали на прошлой квартире он у нас новый но был тогда мы уже ему больше года пользуемся и вот здесь весы поставили мне кажется тоже здесь идеально они смотрятся потому здесь находится шкаф для одежды где у нас хранится в основном верхняя одежда вот здесь наша но моя скорее всего даже кольный по моему здесь нет потом внизу лере на верхняя одежда поняли и там мои сумочки его скафор а да точно ну и пойдем дальше теперь вот сюда прямо за этой дверью находится санузел на ванная комната совмещенная с туалетом мне очень нравится наша ванная комната потому что в отличие от нашей прошлой квартиры это очень уютная и красивая я смогла здесь все разместить всю свою косметику вот здесь у меня есть косметика там средства для волос хранятся и при этом есть зеркала здесь большое зеркало и короче мне нравится я прям тащусь и но единственный минус здесь нет ванны только душевая душ только вот но зато есть две душевые лейки лейки одна вот такая сверху идет там более крупные большая струя идет и поменьше она уже переносная можно ее вот так вот во все стороны хоть как а это никак не регулируется только сверху и плюс еще что здесь есть вытяжка и окно но вытяжкой мы не пользуемся потому что есть окошко и случае чего например скупался и открыл окошко а из минусов то что в корейских квартирах ванная комната не отапливается и всегда здесь холодный пол прям ледяной особенно если открываешь окошко поэтому у нас всегда есть вот такие душевые дырявые тапочки очень удобные и без них мы не купаемся иначе очень неудобно очень холодно а теперь мы пойдем вот сюда это наша с колей комната и вот так тоже она здесь красиво светится подсвечивается сейчас включим свет половина комнаты может сказать моя я оккупировала но потому что мне нужно где-то работать вот этот мой рабочий стол мой компьютер за которым я монтирую видео это мой туалетный столик где я привожу себя в порядок и который мне очень нравится он полностью забит косметикой как уходовой так и декоративной вот этот комод тоже забит косметикой и вот это да моя половина остальная половина колина половину кровати с моим маленьким комодиком да вот этот комод я дала кое потому что он для косметики мне неудобный и к тому же после переезда он немножко намочился мы переезжали в дождь и здесь немножко уже отходит покрытие поэтому я кое-то но зато ты один спишь на этой большой кровати чуть не нравится мне бы понравилось если мы обновили бы постельное белье но к сожалению у нас матрас нестандартных размеров и поэтому очень тяжело найти постельное белье подобрать да да но я поеду россию посмотрю там если не найду то что мы здесь найдем уже вот это же есть нашли же где-то 60 сантиметров вот если было бы у нас матрас допустим 150 сантиметров то без проблем без проблем вообще но мы выбрали самый большой матрас и поэтому есть небольшие косяки ты тем более хочешь чтобы он же был на матрасник чтобы его как бы на резинке он был ну да чтобы все скрывал ну вот такая у нас сколи комната мне кажется очень уютно и но мы дальше будем не украшать потом мы еще не все купили поэтому будем покупать в процессе нам нужно еще докупить некоторую технику мы планируем ковры купить там ой ну все разошелся и осталась у нас последняя комната давайте пойдем это комната леры она находится вот здесь так сказала осталось последний ком на комнату у нас там да кстати у нас всего две комнаты но в корейских квартирах на это считается в комнатной хотя мне писали что это трешка но нет по корейским меркам это двушка потому что считают по жилым комнатам а жилых здесь всего две гостиная не в счет вот такая у леры комната и она тоже очень уютно и мы ее обставили вот ее рабочий стол эти шарики остались со дня рождения еще ну и вот здесь есть кровать комод тоже с нами уже сколько лет вот этот комод это вообще кольного брата комод и он постоянно с нами то на этой квартире то на другой квартире постоянно когда мы приняли эту мы даже ванную взяли с собой я прям видела как ее вынесли выносили выносили вот кстати лерин шкафчик для одежды детские тоже брали в икее ну вообще вы много мебели взяли в икее эту брали здесь в корейском интернет-магазине на своих кремах ага а здесь книжная полка на которой говорите непонятно что а лера ну это мы еще привели в порядок а так здесь еще конечно было еще внизу и внизу у леры там да игрушки вот такая комнатка я не помню говорила или нет но вот этот шкаф у нас тоже из икее и брали мы его за 40 тысяч рублей он мне поначалу нравился ну и в принципе сейчас тоже нравится просто мне как обычно не хватает места я уже заняла одну корзинку конину но все равно как-то мало я тебе предлагал что купить мне комодик мне комодик удобнее использовать чем этот шкаф я буду все свои вещи складывать в комод а комод куда мы поставим комод вот допустим для телевизора стоит под телевизор подберем такой невысокий но широкий как ты на это смотришь ну подумаем многие еще спрашивали это увлажнитель воздуха или еще что то но это просто кондиционер сейчас он нам не нужен потому что работает только летом ну то есть это не зима летом только холодный воздух гоняет поэтому стоит без дела но зато летом он нас очень хорошо спасал и охлаждал практически всю квартиру он как раз рассчитан на 60 там 70 квадратов по моему а кстати у нас что это и лжи что ли чуть я не знала я всегда на вот это смотрела и чуть не забыла показать вам наш домофон если нажмем вот сюда то сможем посмотреть что творится в подъезде если еще раз то что творится на улице больше у нас нет камер а вот внизу в подъезде там можно посмотреть и парковку и еще там несколько ракурсов есть но у нас только два ракурса когда допустим к нам приходят гости они нам звонят в квартиру и и можно отсюда наблюдать за ними и общаться а это пульт управления для горячей воды и теплых полов в корее нет центрального отопления и все тепло идет только вот с полов полы у нас всегда теплые горячие но не всегда мы там каждые 4 или 5 часов да подогреваем ну там автоматически сама подогревается можно выбрать несколько вариантов подогрев только горячей воды это первый вариант второй вариант это подогрев пола задаешь определенную температуру и он постоянно подогревает до нужной температуры и сейчас у нас стоит режим у нас каждые 4 часа прогреваются полы допустим каждые 4 часа проходят и 1 час он усиленно греет полы потом опять проходит 4 часа и опять он целый час греет полы да но сейчас я чувствую не горячие то есть наверное вот скоро начнет новый цикл и он будет подогревать да а вода также у нас подогревается через газ у нас нет тоже горячей воды такой чтобы она была отдельно у нас все это холодная вода а потом она просто подогревается через бойлер горячее становится ну с одной стороны это удобно просто потом выходит большой счет за газ особенно зимой летом небольшой а вот зимой большой но в этой квартире еще не было большого там на последний раз сам большой счет заплатили сколько 70 тысяч посмотрим что выйдет в этом месяце еще не знаю кстати ты что там лежишь лер спать хочешь отдыхаешь она давеча зарядку делала ааааа что среди моих подписчиков очень много ARMY, те, кто любят BTS и интересуются их творчеством. Поэтому специально для вас у меня есть вот такой приз. Это духи от BTS с ароматом цитруса, и это запах J-Hope. У каждого из участников есть по аромату, их всего 7, и вот у меня в руках находится аромат J-Hope. Когда эти духи только появились в продаже, было очень сложно их купить, потому что они продавались строго по ограничению. Там в одни руки, по-моему, то ли один, то ли два флакона максимум. И вот люди стояли в многочасовых, огромных очередях, чтобы купить хотя бы один флакончик. Я не знаю, сейчас эти духи есть в продаже или нет, но когда они только появились, спрос был просто бешеный. Сейчас даже не в курсе. Может быть, есть они, а может даже и нет. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно... Ну, там условия очень простые. Вам нужно всего лишь, первое, подписаться на мой канал, потому что конкурс проводится только для моих зрителей. Второе условие, подписаться на мой инстаграм, ссылка будет в описании. И третье условие, это быть активным в моем инстаграме, поставить 6 лайков на последние публикации. Ну и четвертое условие, это в комментариях под этим видео, написать какой-нибудь комментарий и свой ник в инстаграме, для того, чтобы я смогла вас найти. Ровно через 7 дней я объявлю результаты конкурса у себя в инстаграме в сториз, так что обязательно подписывайтесь и следите за обновлениями. Кстати, духи и любые спрообразные средства по почте из Кореи отправлять нельзя, поэтому я скоро поеду в Россию и заберу эти духи с собой, и уже оттуда отправлю вам в любую страну, где бы вы ни жили. Если, конечно, это позволит мне почта России, ну, либо ваша почта, где вы живете, если не будет никаких ограничений. А так участвовать может весь мир. Отправлю в любую точку мира. А на этом я буду видео заканчивать, и если оно вам понравилось, то, как обычно, ставьте лайк, участвуйте в конкурсе, я желаю всем удачи, ну, а мы с вами увидимся уже в следующем видео, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok